Поэтому здесь в данном случае переходим к вопросу, как поливать. Здесь, конечно, имеет значение. Если у вас воды очень мало, ну, все, у вас там обмыли ее, и, не знаете, как это делать, растянуть, ну, нет смысла поливать, ну, прям под ствол сюда, вот именно. Эффекта большого не будет. Здесь старые корни. Вам нужно напоить всасывающие корни. Они находятся по окружности кроны. Вот так их можно определить. То есть, напоите сначала эти корни. Это очень, это более эффективно, это важнее. То есть, корневой развиваться надо. То есть, нужно здесь строить зоны увлажнения. А с этим, со стволиком, это бог с ним. Закидайте его травой, чтобы он только совсем не перегрелся, и все. То есть, он это все дело выдержит. То есть, вот такие вот есть нюансы. Как вот экономить в этом случае, когда воды очень и очень мало. Что еще здесь можно посоветовать? Если тем людям, у которых жесткая вода, отвратительная вода, у которых не успела такая засуха, вы не знаете, что делать. Нету ни реки, ни дождей, ни никаких запасов дождевой воды. Здесь, конечно, надо присмотреть ваши культуры. Ну, допустим, если вы знаете, что у вас такая вот ситуация, и что, возможно, вам придется с этим жить, возможно, это меняется климат. Здесь такая тотальная засуха будет каждый год. Вот, в мое мнение, допустим, вот с такими культурами, как голубика, клюква, фундук, мы однозначно расстанемся. Нет смысла их тянуть за собой. Это как чемодан без ручки. И бросить жалко, и тянуть тяжело. И нужно постоянно кисленькая водица. Дождевая даже лучше. Где ее взять? Зачем эти культуры тянуть? И наоборот, будем упор делать на черешню, на зизифус, нектарин, персик, абрикос, годжи, гранат. То есть культуры, которая выдержит этот катаклизм. Которые могут тянуть даже без воды. Потому что покупать постоянно воду и поить, цена саренца просто будет запредельная. Это овчинкой выделки не стоит. Даем воду, пока даем, потом так вот по чуть-чуть, чтобы они жили. Ну культуры, которые постоянно хотят пить. Та же слива, та же груша, та же яблоня там. Курма тоже вообще-то любит пить. Это надо с этим делом решать. То есть тянуть их очень будет сложно. Без воды. Теперь такой момент. Такой простой такой случай со своей ранней практикой. у меня был первый участок. О том, как земля засаливается. Что это не просто какие-то сказки, что это не просто какое-то... Я рассказываю, там хочу вас напугать. Нет. Земля от полива жесткой водой очень быстро засаливается. У меня был участок, там был слабокисто-чернозем. Все было замечательно. Идеально стоит. Выращивал клубнику на продажу. Делал такие ряды. Там было... Ряды были укрыты полиэтиленом. Сквозь полиэтилен сажались кусики этой рассады, клубники. Все это было замульчировано сверху соломой. Все было замечательно. Я поливал водичкой. Водичка у меня там была с колодца. В колодце было постоянно два куба воды. Вода тоже была замечательная. Там солей было минимум. Точное количество вяза, но минимум. Допустим, если делать они чай, то где-то за три месяца какая-то там накипь образуется внутри начальники. То есть, ну, минимальное количество солей кальция и магния. Хлорида натрия там не было. То есть, вода была прекрасная. Я ее пил сам. Она вкусная. Люди мне завидовали. Вот такую воду я поливал. Все было хорошо. Несмотря на это, несмотря на это, вот есть такая байка в садовольской среде, что вот клубника трасет 34 года, а потом на четвертый год она начинает болеть. Всякие там болячки к ней цепляются. И вылечить ее очень тяжело. То есть, единственный способ нужно старые кусты убрать и посадить туда молодые кусты. Делать такое вот омоложение. И тогда все будет замечательно. На 5-4 года можно спать спокойно. Так я и делал. Наслушался этот журнал, этого книги, Ютуба не было. Старые кусты удаляю, сажаю новые. Ничего не получается. Два года нормально. На третий год появляются проблемы. То есть, даже молодые сарвецы, свежие не растут. Почему? Потому что у них листья пестрые. И эти листья показывают мне. Тогда я не мог понять, а сейчас я понимаю. Листья показывают. Это хлороз, дефицит железа. Это дефицит фосфора, дефицит калия. Три проблемы сразу. Откуда они взялись? Кубника есть ни при чем. И это не болезни. Это проблемы с питанием. Вызванные заселением почвы. То есть, получается, вот таким вот турной полив два сезона подряд. Он полностью убивал эту почву. То есть, слабокисленький, прекрасный черновел, где убивалось два сезона. Два сезона поливаешь, третий сезон, все, земля готова. Она столями. Сразу получаем, блокируется фосфор, калий, железо. Листья пестрые. Ничего сделать невозможно. Бростаю этот ряд, делянку, перехожу на следующий. Эту я убил, начинаю заниматься, выращивать наследие. Вот такое я вытворял. И так делают практически все. Первый мне мозг вправил мой сосед, дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, Иван Петрович, сказал, что ты делаешь? Говорит, зачем ты постоянно поливаешь? Говорит, я вот не поливаю ничего. И действительно начал понимать, что он не поливает. Смотрю, лейка не пользуется, шланга у него нет. Дома у него была заведена водопровод, депровская вода, прекрасно, бери, поливай, не хочу. Он так, как он был ветераном Великой Отечественной войны, то у него были льготы. То есть, пожалуйста, лей эту воду целыми днями. Так бы, наверное, и делал бы. Он вообще не поливал. У него был обычный набор культур, которые там, все выращивают на дачных участках, на приусадебных. Помидоры, огурцы, перец, кукуруза, там, я не знаю, там, что еще. Все это у него было, этот, весь ассортимент был на его участке. Ничего не поливал. Мульча была, да, все было закрыто. С лейкой никогда не видел его, не сошла на нем. Ну, зачем ты поливаешь? Полив может быть вредит. Тогда он мне первый начал вправлять мозг. То есть, я тратил 70% своего труда и времени на этот бешеный полив постоянный, потому что я был уверен, что я делал правильно. Он вообще не поливал. Выход, результат был примерно один и тот же. И у него тоже самое росло, и у меня тоже самое росло. А что касается клубники, то есть, если я пытался с помощью полива вытянуть урожай на клубнике, то он вообще ее не поливал. Росла на себя диким образом, посадил я там лет 10 назад эту клубнику, росла она под деревья, в тени, диким образом. Не поливал он, собирал только ягоды там. Что он делал там? Раз в июле подходил с косой, скашивал ее, делал так называемое омоложение. Скосил старую, листву эту всю, выросли новые, кусты омолодились, все, они сами там размножались, росли диким образом. Никак он себе не жарился. И примерно был один и тот же результат. Вот так вот. Никакой полив ей не нужен был. Сам по себе росла и все было замечательно. Теперь, что касается нагрева воды и отстаивания. Многие люди в письмах пишут и наивно в это верят, что если они поднимают воду со скважины, закачивают ее в емкость, там она отстаивается, от солей отстаивается, нагревается и она становится очень такой полезной, классной. Соли улетают там, непонятно куда. То есть, считаешь, это все, конечно, очень смешно. Ладно, человек не знал там, человек не знал там, ну, не знал человек там, ну, теперь начинает прозревать, да, ему объясняешь, нет, они спорят, говорят, там мы этой водой поливаем, мы так всегда делаем. То есть, они совершенно уверены в своей правоте, то, что они, закачав воду в емкость, нагрев ее, и она там за два дня отстаивается, и все, эта вода уже без солей идет для полива. То есть, они в этом серьезно уверены. Во всем мире ученые, институты бьют за эти проблемы, как оплеснить воду, как уменьшить затраты. То есть, это целый технологический процесс, это производство. То есть, не так-то просто эти соли выкупить из этой воды, из соленой воды, там, даже с минимальной количественной солей удалить не так-то просто. Есть для этого целый процесс, есть химический процесс, там, с помощью, там, вносят известь, она связывает кальций, выпадает от всего в осадок, потом снимается осадка, очищают, фильтруют, делят геморрой. Есть с помощью электролиза, там нужны титановые пластины, выпрямители, тоже там приборы, делятся там католит, анилит, тоже там целый такой темный лес. Есть еще там ионообменный процесс, с помощью ионообменных смол, дорогой процесс тоже, нам не подходит. С помощью еще выпаривания, дистилляции, то есть, вариантов очень много, для того, чтобы соли удалить из воды, но все недорогие, трудоемкие, это все целые процессы, нам это не по карману, не под силам. Мы не спробовали выпаривать воду, само производство, но мы можем так в день сделать, в принципе, ее путем выпаривания, на пленочку, с пленочки стекает и на желоба, желоба на струится в емкости, но можно так, если очень сильно постараться 100 литров в день сделать, это очень мало для нашего участка, это капли, никак не спасает положение. И вот тут находятся люди, здесь на Украине, их много, кстати, они говорят, что какие-то ученые, говорят, у меня все просто, я беру, закачу воду, съем, в емкость, она нагревается там до 60 градусов и все, соль у кого-то девается, вуаля, все, у меня классная вода, то есть, они в это именно верят, никуда ничего не девается, эта соль там остается, и вы эту соль опять выносите с поливом в вашу землю, набиваете ее солями, ничего не меняется, способ это такой, простой, смешной. Здесь есть такая, есть такой отрицательный момент, для чего воду нагревать? То есть, опять же, многие уверены, что воду надо нагревать, чтобы поливать теплой водой, это очень здорово, что растения только этого и ждут, чтобы мы полили их теплой водой. Есть такой вывод научный, что макушка должна быть в тепле у растения, а корень должен быть в прохладе. Для того, чтобы была нормальная вегетация, чтобы растение не загнулось, чтобы она нормально функционировала, все эти процессы, у нее должна быть разница в температуре, хотя бы 10 градусов, то есть, верх должен быть у него в тепле, вниз в прохладе, хотя бы должно быть 10 градусов, это в теории, на практике, я думаю, должно быть намного больше разницы, то есть, если здесь, допустим, 40 градусов, солнце жарит, то корень должен хотя бы там браться в 15, это идеально будет, тогда будет расти и нормально расти. Почему мы закрываем мульча, мы не просто так играемся здесь, закрываем мульча. Да, мульча бережет влагу, она сохраняет микроклимат, она поддерживает там жизнь бактерий, жизнь насекомых, ну, кроме того, она еще бережет корневой перегрева, многие люди вообще про мульчу не услышали, особенно касается хурмы, посадил человек в голую почву, даже фотографии присылают такие нам, и жарится она там, корень жарит, нагревает до температуры 30 градусов, ну, как с точки зрения науки, там, да, 10 градусов, кое-что будет. С моей точки зрения, это посадка гибельная. Перегрев корней, это однозначно гибель ваших растений, потому мы делаем мульчу, не просто так. Поэтому, растениям нужна прохладная вода, корень может быть в прохладе, не случайно мы здесь поливаем именно рано утром, ни днем, ни в обед, мы стараемся, чтобы вода максимально охладилась, чтобы поливать прохладненькой водичкой, чтобы сделать максимально комфортные условия для роста. Нужна прохладная вода. Я понимаю, откуда растут ноги. Есть культуры, такие как помидоры, огурцы, перец, баклажаны. Они, да, они с Центральной Америки родом, они любят, чтобы и водичка была тепленькая. Да, если вы подняли со скважины воду, допустим, плюс 12, у нас такая вода, допустим, плюс 12, она прохладная, она холодная. То есть, поливать эти растения, ну, наверное, это неразумно будет, они могут действительно заболеть, не будет шоке такой прохладной воды. Подогреть немножко можно, до 20 градусов хотя бы. Чуть-чуть подогреть, чуть-чуть ее там. Но это не значит, что надо поливать горячей водой. Ямкостя в железных, которые люди набирают в скваж, она там нагревается, может, днем на солнце, градусов до 70. Это реально. Такую воду поливать просто нельзя. Поэтому здесь, я думаю, все понятно. Я опираюсь, причем на науку, это не мои умозаключения. Отстаивать можно, можно воду в единственном варианте. Если у вас вода идет водопроводная, она хлорированная, вы набрали в емкость, она постояла 2-3 дня, хлор улетучился, все. В этом есть смысл, да. Хлор в таком количестве нашим растениям нужен, он тоже имеет отравляющее значение. Хлор улетучился, вы поливаете. А жесткая вода, соли, никак вам не поможет это отстаивание. Даже если вы будете отстаивать, допустим, там три недели, месяц будет отстаивать, какие-то соли может немножко опуститься в нижние слои. Но это не принципиально. Основная масса солей также будет в толще воды. И вы все равно туда впустите на огород. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, анализируйте, думайте, вникайте в них. Эти видео показывают для вас специально, чтобы вы не делали ошибок, чтобы наши саженцы росли у вас. Берегите себя и ваши саженцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!